В предыдущей серии мы начали эксперименты над Pentium 166 MMX, поставили на него лицензионный DOS и посмотрели несколько игр из детства буржуя. Сегодня предлагаю вам продолжить эксперименты и переместиться в следующую, более широкую для России эпоху, но всё ещё процентов на 90 пиратскую. Привет, друзья, с вами, как всегда, Виктор Карасёв, и сегодня я предлагаю вам переместиться из эпохи DOS к следующему творению Microsoft. Моздайте, однобитный! Windows 3.1 у меня никогда не было. 3.11 я видел пару раз, и он казался каким-то непонятным рудиментом, поэтому, с вашего позволения, их я пропущу. Про Windows 95, кроме надстройки Microsoft Plus, мне рассказывать особо нечего, в смысле отличия от Windows 98. Да и вообще, 95-й прошёл как-то незаметно. То есть да, в первый раз я увидел его всё там же, где и практически все свои первые игры для компа, у тех же друзей-родителей. Да, первое время совершенно не понимал, что это за штука и где мой Нортон Коммандер. Но разобрался я с ним буквально за вечер, по крайней мере настолько, чтобы запускать желаемые игрушки, и дальше всё было так же, как и с DOS. Практически все игры переходного периода работали и в DOS, и в Windows. Возможно, поэтому они не ассоциируются у меня с Windows. А об восприятии в штыки новой операционной системы во всём мире, ровно как и о смысле песни про DOS, я понял уже в сознательном возрасте, когда мир захватил интернет, и информация о происходящем в зарубежном компьютерном мире стала просачиваться более-менее стабильно. Интересно, об этой войне рассказано в книге «Властелины Дум». Если кто-то из вас всё ещё её не читал, я настоятельно рекомендую это сделать. Найти её в бумаге сейчас, наверное, уже будет не так просто, но с цифровыми версиями проблем нет. Оттуда я узнал, что даже сам Билл Гейтс... Второй выпуск подряд я рассказываю про Билли и вставляю кинохронику. Занятно. Для продвижения своего нового детища публично отстреливал супостатов в самой популярной игре того времени Doom. В России же, повторюсь, никаких особых бунтов лично мной, простым петербургским школьникам, замечено не было. Хотя я понимаю, что с вероятностью в 95% они всё же имели место. Если вы их застали или тем более являлись активным их участником, расскажите свою историю в комментариях, мне будет интересно почитать. А вот 98-я винда, да, под ней уже были игры, работавшие исключительно в окнах. Наверняка такие начали появляться и во времена винды 95-й, но сегодняшнюю историю я рассказываю со своей колокольни. И у меня, повторюсь, форточных проблем не было. Возможно, потому что я просто при первой же необходимости накатил их на комп. Опять же, именно к 98-й винде по всей России стали множиться как грибы после дождя компьютерные клубы, в которых народ прозябал днями и ночами в битвах за тёмный портал, а немного позже, но всё ещё пока это не стало мейнстримом, за ледяной трон. Спасал заложников и разминировал бомбы, и, несомненно, мерился пиписьками своих героев на просторах четырёх, а чуть позже и пяти актов ещё одного творения Blizzard, которое было тогда много популярнее Warcraft'а. Поэтому ставить мы будем сразу Windows 98. Если вы вдруг по какой-то причине хотите послушать про Microsoft Plus для 95-й винды, напишите об этом в комментариях. Если вас будет много, можно попробовать заказать вот такую странную коробочку и посвятить ей небольшой отдельный выпуск. А сегодня у нас гость, о существовании которого, уверен, многие из вас, как и в случае с MS-DOS из первого выпуска, даже не догадывались. Русская лицензионная бигбокс-версия Windows 98. Спасибо за неё Сергею Епишину и его паблику «Коллекционеры видеоигр ВКонтакте». Я оставлю ссылку на него в описании, загляните. Там можно увидеть много интересных коллекционных штук из 20-го века. Тут уже нет огромного фолианта с руководством пользователя, но небольшой гайд пока ещё остался. Да и к 98-му полки абсолютно всех магазинов были завалены книгами для чайников и, прочим, мой первый компьютер. Так что проблем с освоением ОС у рядового пользователя не должно было возникнуть. Прочая мишура из лицензионных соглашений на месте, диск с виндой и вот такой интересный конвертик с загрузочной дискетой. Это, я так понимаю, на случай, если вы собрались ставить систему на новый комп, который по какой-то причине не умеет грузиться с CD-ROM-а. Я, кстати, думал, что мой умеет, но конкретно с этого диска он устанавливаться не захотел. Поэтому мне дискета пришлась очень даже кстати. В теоретической части сегодня будет намного меньше, ведь к 98-му, 99-му наличием дома-компа могли похвастаться уже намного больше твоих одноклассников. А даже те, кто не мог, не обламывался прогулять школу и потратить 15 рублей на обед на пару часов в клубе по соседству. Может быть, не все её устанавливали, но её установка выглядит абсолютно так же, как и любых других окошек от Microsoft. Протыкиваем далее, 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 вводим CD-ки. Я, кстати, впервые за долгое время буду вводить не всем известные CD-ки, растиражированные на всех пиратских реаниматорах, а уникальные из настоящей русской коробки. Странное чувство. Никаких активаций, само собой, в то время не было. Интернет-то был хорошо, если утретьи пользователей компьютеров. О, эти карточки с повременным доступом и бесплатными ночами. Мне кажется, это был первый период, когда я перестал ночами спать, а родители перестали загонять меня в кровать. Ведь ночью я не занимал телефонную линию, правильнее сказать, она никому, кроме меня, не была нужна. Да и доступ был значительно дешевле. Помню ещё ужасный момент, когда внезапно появилась возможность выходить в интернет без предоплаты, позвонив на специальный номер по цене что-то типа 15 рублей в час. Счёт за услугу плюсовался к счёту за телефон, и родители были вроде не против, если ты не офигевал, и телефонная квитанция становилась длиннее всего на пару строчек. А ужасным этот момент я назвал потому, что в какой-то момент провайдер, предоставлявший эту услугу, никак не предупредив своих абонентов, взял и взвинтил стоимость за доступ в дневное время до каких-то заоблачных цен. И однажды, вернувшись домой из школы, я знатно так отхватил за телефонный счёт пару тысяч. Благо, ситуация быстро решилась моими честными глазами, помноженными на длительность соединения, которая всегда указывалась в квитанции, и родители поняли, что это не я охренел, а провайдер, и дальнейшие разборки были уже не со мной. Правда, и коротких интернет-сессий стало, увы, намного меньше. Пока я тут предавался воспоминаниям, у нас уже накатилась винда, и наступает самая дурацкая часть установки старых форточек — подбор драйверов. Это, наверное, единственное, за что я прямо аплодирую, стоя Windows 10. Накатил систему, зашёл в обновление, один клик — и всё ставится само. С Windows 98 такое обычно не прокатывало, и приходилось шерстить сайты в поисках образа инсталляционного диска для конкретной машины, если эта машина была брендовая, или драйвера для компонентов по отдельности. По невероятному стечению обстоятельств, абсолютно все железки этого компа 98-я винда знает. И видеокарту, и звук, и сеть. Сеть, правда, нам здесь вряд ли понадобится с объёмом харда в 1.7 ГБ, но как альтернативный вариант для переноса данных будет хорошим решением. Поставить нужно будет только драйвер для USB-флешек, ведь даже если в нашем компе есть USB-разъёмы, а в Vector VL5 они есть, на 98-й винде нельзя просто взять и вставить флешку. В 98-м флешки не то что не были распространены, их ещё даже не изобрели. Израильтяне из M-Systems сделали это только через год в 99-м, а патент в США был зарегистрирован только в 2000-м. Поэтому либо несите найденные драйвера на болванке, либо, что логично, добавляйте вскачанное ещё один драйвер для USB-носителей, и это облегчит вам жизнь в будущем. Но помните, что в таких системниках в лучшем случае будет установлен USB 1.1, а то и USB 1.0. И пропускная способность у него, мягко говоря, слабоватая. Хотя, с другой стороны, как я уже говорил, в этой машинке стоит хард на 1.7 гигабайт, и много вы сюда не принесёте и так. Драйвер встал, но флешка у меня определяться всё равно не пожелала. Поэтому, чтобы не терять на это время сейчас, перенесу всё необходимое болванками, а с USB-накопителями разберусь позже. А помните самый большой дебилизм любой установки любого драйвера на 98-й винде? Необходимость файлов с диска. Были люди, у кого не было своего диска с виндой, и после возврата дистрибутива товарищу, очко загоралось огнём при попытке что-то доустановить. И да, неплохим выходом могло стать копирование дистрибутива себе на хард, но занимать его трейд, ну, как-то совсем не с руки. Ибо это место нужно сохранить для самой ожидаемой части этого видео. Игр. Сегодня я, как и в первой серии, постарался выбрать менее тривиальные игры. Но одну единственную просто нельзя не упомянуть. Потому что между её названием и Windows 98 можно поставить огромный знак «равно». Мне кажется, если бы этот знаменитый словарь, который так часто упоминают во всевозможных шутках, существовал, рядом со словом «игра для Windows» была бы фотка вот этого или любого другого из трёх дисков с третьими героями. Спустя 18 лет особенно забавно смотрится вот это, простите, с JPEG и рецензия из GameXZ за 1999 год. Редактор уровней стал мощнее и одновременно удобнее. При помощи этого инструмента мы сможем продлить жизнь героев ещё года на два. Надо было бы добавить, но это не точно. Куча модификаций, неофициальных карт, переизданий. Не видел героев, не играл на компе. Ребят, подчёркиваю ещё раз. Half-Life'а, Need for Speed'а, StarCraft'а, Diablo'а и прочих шедевров игровой индустрии сегодня не будет. Про них вы знаете без меня, а то и лучше меня. Поэтому давайте пробежимся сегодня по менее известным, но не менее горячо мною любимым играм под Windows 98. Многие жаловались под прошлым видео, что в нём не было Дюны 2. Поэтому сегодня стоит упомянуть менее известный её, так сказать, ремастер Дюну 2000. Больше хотелось бы поиграть в Emperor Battle for Dune, но её этот комп не потянет. Поэтому оставим императора на будущее. Дюна 2000 же может захватить внимание не хуже, чем оригинальная Дюна 2. Оригинальная, потому что Дюна 1, если вы не знаете, не стратегия вовсе, да и делалась совсем другой студией. Немного подтянутые графоны, переделанные под современные реалии управления, когда можно нормально управлять юнитами, а не через клик мышкой на команду Move, значительно облегчат вам жизнь. И если вы по какой-то непонятной причине не играли в Дюну, 2000 будет отличной точкой для старта. Ещё из стратегии я бы вспомнил первый Age of Empires, но он относится к Half-Life и Need for Speed по шкале популярности, поэтому останавливаться на нём не будем. Из гоночек на этой сборке неплохо пойдёт первый Колин Макрей. А если любите что-нибудь помяснее, можно попробовать Кармагеддон 2. Хотя для него хорошо бы иметь хотя бы 200-й пень и 3D-ускоритель. Написал по памяти я в сценарий, а в момент, когда стал захватывать геймплей, понял, что с памятью к 30 годам у меня стало фиговато. Первый Колин Макрей, конечно, запустился, но даже на самых низких настройках, а это те, которые выдают на экране какое-то пиксельное месиво, в котором с трудом можно отличить дорогу от обочины, он жутко лагает. Софтвер-рендеринг на таком слабеньком процессоре не вывозит вообще, и даже 32 метра оперативной памяти не спасают. Со вторым Кармагеддон дело обстоит немного получше, но в 2017-м играбельным это назвать, конечно, нельзя. Игра запускается в странном разрешении, поэтому моя плата захвата отказалась писать видео. Уж извините, придётся показать с экрана. Хотя во времена, когда возможности апгрейдить компьютер не было, а поиграть жуть как хотелось, я и многие мои знакомые играли вот так. А вы сейчас про свои 60 фпс всё в консоли войнах бугуртите. Вот он, настоящий ПК-гейминг. Бессмысленный и беспощадный. Из платформеров под Windows выделю только одну эксклюзивную игру. Кло. Или Капитан Коготь на русской пиратке. Которая, как выяснилось в эпоху интернета, была достаточно редким гостем на зарубежном бигбокс-рынке, хотя распространялась в бандле с некоторыми DVD-плеерами, и возможно именно оттуда и попала к нашим пиратам 90-х, которые сделали для неё привычную в 90-х локализацию. Пора сматываться. В 2003 году Русабит М выпускали лицензионную DVD-версию игры в России под названием Капитан Клык с полноценным дубляжом. Но мне, как вы понимаете, детская версия с кривой озвучкой ближе. Это, наверное, такой же эффект, как ВХС-озвучка от Гаврилова или Володарского. Заседает на подкорке. Вот эту тупую шутку я ношу в голове уже лет 20, и она всё никак оттуда не уходит. Еще много комментов под первой серией было о том, что я не упомянул XCOM. Естественно. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл. А вот вспомнить Горький 17 или Incubation Time is Running Out нужно обязательно. С Горьким, думаю, знакомо намного больше зрителей, во многом благодаря Дмитрию Юрьевичу Гоблину Пучкову и его версии перевода Горький 18 «Мужская работа». Лично я всё же рекомендую оригинальный 17-й, тем более, что его выпускала 1С с отличным дубляжом. К сожалению, русского бокса у меня нет, есть только немецкий. Но русские бигбоксы, особенно в последние года, вымирающий вид. О них мы ещё поговорим отдельно. Я готовлю на эту тему полноценный материал. Выйдет он достаточно скоро. А вот инкубацию, уверен, видела намного меньше людей. Мне она попалась случайно, в один из походов с родителями на рынок. И работала на моём 233-м ММХ без аппаратного ускорения достаточно фигово. Но после вышеупомянутого XCOM не влюбиться в тактические стратегии было невозможно. И я плакал и кололся, но продолжал жрать кактус. Попробуйте, если не видели. Отличная игра для своего времени. Очень хочется протестировать Die by the Sword или Delta Force. Но я помню, как они жутко лагали у меня всё на том же 233-м пне без 3D-акселератора. Второй раз я уже вспоминаю про 3D-ускорители, мне уже просто не терпится попробовать вставить вот эту мою несбывшуюся мечту в системник. Несбывшуюся, потому что в отличие от сидерома и звуковой карты, выпросить у родителей вуду мне так и не удалось. И идеальный по тем временам глайд прошёл как-то совсем мимо меня. И вот около 15 лет спустя я держу его в руках. Ощущения сложно описать. Даже не знаю, с чем сравнить. Тестировать его мы будем, само собой, в рамках отдельного выпуска. Ну и на этом, наверное, всё. Стоп-стоп-стоп-стоп, ран сандалий диз. Само собой, я вас обманываю. Куда же мы без квестов? Недавно читал у кого-то из зарубежных блогеров в Твиттере, что самым главным плюсом приобретения сидером стала возможность поиграть в седьмой гость. Да, эта игра вышла для MS-DOS, но я играл в неё уже на винде, причём, скорее всего, даже на 95-й, поэтому совершенно смело засовываю её в этот выпуск. Я получил предложение от хозяина дома поиграть в игру. Это всё, что он мог предложить? Да, я согласен поиграть! И если бы я увидел эту игру до появления в моём компе привода для компакт-дисков, наверное, считал бы так же. Фулл-моушн-видео, вид от первого лица и просто куча интереснейших загадок были просто однозначным рецептом успеха компании Trilobite при всей простоте технической реализации. Шестеро пришли к нему испытать свою судьбу. Уговор составлен был, сердцу каждого он мил. Найдёшь ответы на вопрос, исполнится желание. А если нет, тогда привет. Не выйдешь в наказание. Что делали на Sega CD? Зачем-то пытались делать абсолютно всё живым. И из-за этого любая фулл-моушн-видео игра превращалась в какую-то странную вакханалию. Я, например, до сих пор не понимаю, как народ в Dragon's Layer-то играл. Не то, что во всякие там Night Trap. Исключение, пожалуй, составят только тиры. Например, тот же Mad Dog. Здесь рецепт с интерактивным кино работал более чем неплохо. Но вот квест, собранный из загадок, по мне стал просто отличным применением ещё достаточно сырой технологии. Хотя здесь, конечно, дело больше не в технологии, а в слабой мощности компьютеров. Примерно то же самое, чем в своё время взял Myst. Кинематографичность и размеренность, на фоне которой даже рваное перемещение по экранам, вместо возможности полноценно ходить по миру игры, было неважно. Тебя просто завораживало происходящее вокруг. И не нужно было никуда торопиться. Наши пираты делали великолепный перевод седьмого гостя уровня Full Throttle, который позволял окунуться в атмосферу ещё глубже. И убедиться, что тут тесно, темно, верное место, ворот смерти. Ну вот, я решила. Сиквел игры «Одиннадцатый час» в русском дубляже мне не попадался. Хотя интернет говорит, что он есть. И если вам зайдёт первая часть, вторая также однозначно рекомендуется к ознакомлению. Если она на английском-то мне понравилась, на русском наверняка будет просто бомба. Ещё упомяну квест по «Эйсу Вентури». Лично мне он попадался нечасто и всегда на английском. Хотя, оказывается, компания «Амбер» выпускала отличную русскую версию. Не бойся, славная орлиная семья! Эйс пришёл на подмогу! Эйс. Субтитры сделал DimaTorzok Единственное, я ненавижу экшен-моменты в квестах. Мне они кажутся совершенно лишними. Ещё одна игра, определённо заслуживающая вашего внимания, Fable. И нет, она не имеет никакого отношения к Питеру Молинье. Мне почему-то казалось, что в ней тоже была хорошая озвучка. Но нет, это был любительский проект. Ты не думаешь, что здесь произошла какая-то ошибка? Я задавал себе тот же вопрос. Но дело в том, что остальные поселяния слишком заняты, и их уже ничто не интересует. Но должен сказать, что он не отталкивает, а это самое важное. Сказание представляет из себя самый что ни на есть классический квест. И рассказывать что-то конкретное о нём, не вдаваясь в подробности, сюжет и прочие долгие штуки, сложновато. Поэтому просто поставьте галочку. Если любите старые квесты и не видели такой, стоит попробовать. Я могу перечислять их ещё очень долго. И вспоминая один, в памяти всплывает ещё один, и ещё один, и ещё один. На эпохе заката квестов как жанра вышло очень много офигительных проектов. Причём как в суперизвестных сериях, как King's Quest, так и игр типа Сказания, которые я даже не представляю, как просачивались на территорию России, будучи и в Штатах-то малоизвестными. Ну и самое главное, именно такая конфигурация стала домом для шедевров русского квестостроения конца 90-х, начала 2000-х. Братья-пилоты, Штырлиц, Гэг и, конечно же, великий и могучий Петька и Василий Иванович. Снова я начинаю лезть в мегапопулярные легенды вместо чего-то менее известного. Теперь только, блин, про Sims ещё не хватало рассказать. Да, я понимаю, что мне всё же не удалось тотально обойти стороной известные игры. Просто, опять же, по причине намного большей распространённости компов в концу 90-х, большинство игр стали известны намного более широкому кругу игроков, и всё более чем хорошее тиражировалось с компа на комп с ещё более бешеным темпом, чем Вульф и первая цивилизация на флопиках в начале 90-х. Но, надеюсь, сегодня кто-то нашёл для себя что-то новое или вспомнил незаслуженно забытое старое. Спасибо за внимание, друзья. На этом заканчивается вторая серия. Если вам нравится этот формат, не забывайте выражать свою гражданскую позицию лукасом и подпиской на канал. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. До скорых встреч. Удачи! И вангую ещё, короче, вот такие комменты. А где Fallout? А где Baldur's Gate? А где Planescape Torment? Совсем со своими JRPG-классику забыл. Нет и ещё раз нет. Невозможно в таких узких рамках вспомнить все хиты. Да и надо ли? Ведь, напоминаю. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл. А на земле плосная, кругом гадость, всё тельфов, шигады, все синие сволочи, гадки, вонючие, негодяи, все кругом грязь, всё говно, всё плохо сделано, всё кругом, задница сплошная. В небе ангелочки летают на цветочках.